В Дагестане сезон сбора винограда. На плантациях многих районов республики проходит активная уборка урожая. Зубутли-Мятли – одно из передовых сел по продаже солнечной ягоды разных сортов. Узнать, как местность сохраняет. Уже не первый год звание виноградного села отправилась Ума Ибрагимова. Вам, гостям, разрешили приводить вот такой маленький, скромный подарок. Такими словами и вкусными подарками Магомед Халилов провожает всех своих близких и гостей. Между разговорами раскрывает и секреты полного созревания винограда. Частично солнечный свет отражается от почвы, дает ему насыщенную окраску и вкусовые качества. Занимается выращиванием винограда Магомед уже 25 лет. Вернулся из армии и сразу же решил, что необходимо открыть свое дело. Начинал с малого, разбил небольшой огород, начал с нескольких сортов. У нас был один пустой запущенный участок, который надо было привести в нормальное состояние. Пришлось кусты сажать по-новому, потому что было очень много старых кустов. Приходилось очень много работать. Неопытность в борьбе с вредителями – основная проблема, с которой сталкивается практически каждый садовод, рассказывает Магомед. Уже долгое время он интересуется всеми науками, которые так или иначе связаны с выращиванием винограда. На месте нам определяют, когда у нас появляются, какие вредители, какие болезни. Определяют сроки обработок. Эти сроки обработок очень часто меняются по годам. Виноград нужно не только правильно вырастить, но и умело собрать. У опытного агронома есть свои хитрости. Виноград, как и другие ягоды, покрывает пруиновый налет. Магомед советует своим работникам при его сборе срывать куст прямо на корню, потому что именно пруиновый налет сохраняет товарный вид винограда. А этот куст к следующему сезону уже придется срубить. Бактериальный рак – такова неизлечимая болезнь ягодного куста. Этот куст подлежит удалению срезки на уровне земли. Потом из почвы выходит новый молодой побег, и куст обновляется. Таким образом жизнь винограда может продолжаться бесконечно, пока вы будете за ним ухаживать. Зараженный куст при всем этом – не такая уж частая проблема в саду Халилова. Местные жители рассказывают о нем, как о самом опытном агрономии села. Ведь он даже открыл в селе магазин со всеми необходимыми лекарствами и средствами для ухода за виноградными кустами. Нам нужен был другой сорт винограда, чтобы его продавать, развивать. Вот основоположникам виноградарства, можно сказать, разных сортов в нашем селе – это Магомед Халилов. Продажа винограда – основной источник дохода жителей Забутли и Мятли. Ведь село уже не первый год славится своими спелыми ягодами. Ума Ибрагимова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Забутли и Мятли, Кизилюртовский район.